Зарядная станция для телефонов Если человек только что сошел с поезда, всю дорогу играл в игрушки или звонил родным, а по прибытии ему еще нужно позвонить в такси, либо вы пришли в торговый центр за игрушкой для сына подруги, видите на полках кучу игрушек, не знаете, какую выбрать, и вы вынуждены звонить своей подруге и спрашивать, понравится ли ему вот такая примерно машина или вот такая игра. Особенно это справедливо для навороченных телефонов и смартфонов, чьей зарядки при активной деятельности еле хватает на одни сутки. Именно для таких людей предприниматели придумали специальные зарядные станции, в которых можно зарядить почти любое электронное устройство, когда у пользователя нет доступа к розетке или он просто забыл взять с собой зарядное устройство от своего телефона. Такую станцию можно поставить в торговом центре, на вокзале, в школе, институте, кафе, ресторане или в любом другом общественном. Вместе, чтобы любой человек, которому срочно понадобилось подзарядить свой телефон, смог спокойно это сделать, за деньги, конечно. У зарядной станции несколько ячеек, чтобы одновременно воспользоваться ею могли несколько человек. Причем, пользователю не нужно будет сидеть и ждать, когда его телефон зарядится. Телефон закрывается в ячейке, доступ к нему защищается паролем. Пользователь сам придумывает пароль, начинает заряжаться. Эта станция снабжена универсальным зарядным устройством, подходящим почти подо все виды телефонов. И А клиент в это время может идти куда-нибудь по своим делам. Возвращается, вводит свой пароль и получает свой телефон в заряженном состоянии. Предлагает эти зарядные станции новосибирская компания Paperplay на условиях франшизы. Сайт франшизы Energybox.me Почитайте, там очень много и интересно все написано. Причем, все затраты, это покупка, собственно, зарядной станции. Которая стоит 199 тысяч рублей. Никаких вступительных взносов и ежемесячных отчислений нет. Предпринимателю придется только найти подходящую площадь, договориться об аренде и установить этот аппарат. Окупаемость бизнеса, как заявляет франчайзер, 4,7 месяцев. Стоимость зарядки, 50 рублей. По статистике франчайзера, в день зарядным автоматом воспользуются в среднем 27 человек. Это ежемесячный доход. 50 рублей х, 27 человек х, 30 дней 40 тысяч, 500 рублей в месяц сами зарядные станции. Energybox. Производится в Гонконге. А почему лучше приобрести этот аппарат по франшизе, а не заказать отдельно в Гонконге или еще где-нибудь? Дело в том, что франчайзер создает сеть по России и странам СНГ. И будет помогать раскручивать ваш бизнес усилиями сети. Например, он выпустил приложение, которое помогает найти человеку ближайшую зарядную станцию. Из этого следует вывод, что чем выше доля именно ваших зарядников, в городе, тем выше вероятность получить клиента с этого приложения. Кроме того, эти зарядные автоматы снабжены ЖК-монитором, предназначенным для показа рекламы. Каждый владелец аппарата сможет получать дополнительный доход от показа рекламы. Можете показывать сразу, как установить аппарат, если найдете рекламодателей. И когда федеральная сеть этих зарядников достаточно разовьется, на сегодняшний день существует пока только 20 франчайзинговых объектов, то собственники аппаратов смогут получать доходы от федеральной рекламы. В общем, бизнес достаточно интересный и перспективный, на мой взгляд. Напоминаю, куда нужно идти, чтобы узнать подробнее и оставить заявку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok